Дай почитать Большаков, журналист-международник, много лет проработавший специальным корреспондентом газеты «Правда». В Сирии занимательная культурология. Выпустил книгу «Кофе и круассан. Русское утро в Париже». Он пытается выстроить вековые связи России и Франции. Напоминает о черных страницах наших отношений. Например, дивизия СС «Карл Великий», укомплектованная на 100% гражданами Франции. Отмечает, что со времен войны с армией Наполеона Бонапарта в русском языке остались слова «шеромыжник» от «шер-ами», «дорогой друг», и «шваль» от «французского лошадь». Владимир Большаков пытается разрушить стереотипы, сложившиеся в русском сознании. Французы неоднородны. Между ними, уроженцами 95 департаментов и 22 регионов, есть существенные различия. Так, гасконец по темпераменту ближе к испанцу, эльзасец к немцу, а житель Прованса, юга Франции, говорит на диалекте, резко отличающимся от парижского. Франция подарила миру великих людей Вейон, Заляма, Пассан, Паскаль, Безе, Ренуар, Шотебриан, Руссо, Дидро, Вольтер, Гюго, Верн, Дюма-Отец, Сент-Симон и многие другие. Чтобы представить образ среднестатистического француза, Большаков в качестве примера перечисляет любопытные цифры. Во Франции меньше ванных, чем телевизоров, а мыло в год употребляют французы в два раза меньше, чем англичане. В год каждый человек выпивает 80 литров вина. Три миллиона французов вообще не умеют ни читать, ни писать. Трое из каждых четырех французов читают в среднем одну книгу в год. 21% французов уверены, что инопланетяне регулярно посещают нашу планету, а 25% уверены, что солнце вращается вокруг Земли. Удивительно, но в семейном бюджете статья расходов на одежду постоянно сокращается. И дело не в моде, а в дороговизне. Детская одежда стоит столько же, сколько и взрослая. Многие мужчины во Франции имеют один костюм и пару рубашек, и обязательно самую модную шапку – русскую армейскую ушанку. Французы обожают свой шестиугольник, так они называют Францию, и стараются редко ее покидать. У них есть понятие «искусство жить», которое включает отдых, умение вкусно поесть, выпить. Другими словами, это искусство получать от жизни максимум удовольствия. Уметь наслаждаться ею во всех аспектах и проявлениях. Это и обладание хорошим вкусом, и умение подать себя. Это вкусно поесть, одеться, обставить квартиру, обустроить загородный дом и сад. И напоследок анекдот от известного актера русского происхождения Питера Устинова. «Ваша фамилия?» – строго спросил консьерж отеля. «У вошедшего, бог. Что, с двумя Г?» «Нет, с одним Г. Довольно-таки необычная фамилия», – сказал консьерж. «А мне говорили, что уникальное», – заметил старик, не скрывая улыбки. Дорогие слушатели, проведите «Русское утро» в Париже с Владимиром Большаковым. До новых встреч! Дай почитать!